Ребят, всем привет, с вами Клау. Давно у нас не было такой замечательной игры, как Поли Брюдж. Я думаю, что ей смысл продолжить, тем более есть много неправильных уровней. Поэтому давайте, погнали. 5, 12, 50 тысяч, большой тяжелый КамАЗ. И на встречу есть какая-то еще хрень. Давайте посмотрим, что происходит вообще. Он едет и падает. Почему-то это тачки, я так понимаю. Давайте посмотрим еще раз легенду. Кому-то нужен чекпоинт забрать. А, подождите, А1, КамАЗ доезжает до сюда. После того, как КамАЗ доехал до точки, начинает ехать машина. Гитария работает после КамАЗа и после того, как проедет еще вот эта машина. И потом вот опять какой-то разворот КамАЗа обратно, что ли? А нет, КамАЗ должен быть там, а эта машина должна быть здесь. Все логично. И плюс у нас здесь еще какое-то ограничение по количеству дорог и по количеству стальных балок. От начала сделаем вот такую вот банальность и, соответственно, сделаем банальные треугольники. Проверяем банальный мост. Банальный мост развалился. Давайте кобеляем. У нас теперь есть железные кобеля. Вот так попробуем крепить, посмотрим, что произойдет. Вообще КамАЗ заберет эту точку или нет, очень хороший вопрос. Так, дает КамАЗ, точку берет. Да, подождать, сработать была гидравлика. Гидравлики у нас нет, и другая машина толкает КамАЗ. Не, КамАЗ мощный. Я думал, что все-таки не остановит. Нет, ребята, КамАЗ остановил. Это хорошо. Ну ладно, ясно, что надо делать. Наверное. У нас еще есть пять дорог. Мне нужно как-то вот эту тачку пропустить, наверное, через верх. Я так подозреваю. Я бы уже подняли, допустим, вот эту часть, вот эту маленькую, чтобы эта машинка проехала сверху как-то. Давайте так сделаем, потому что дорог мало. И фиг его знает, как по-другому проходить. Поэтому это мы обрезаем. Здесь раздваиваем наш поинт. В итоге сейчас все это ломается, да? Нет, держится удивительно. Ну, стальные тросы, а не в Африке стальные тросы. Но бюджет очень большой, 50 тысяч. Видимо, я что-то не так делаю, судя по всему. Так, ну и делаем новые дороги. Надо, наверное, повыше поставить. Вот где-то примерно вот так. Это будут дороги идти. Я сейчас примерно прицелился. Ставим в этом месте дороги, естественно. Я уже забыл, как в этой игре двигать, оказывается, с шифтом. Где-то примерно надо вот так вот, чтобы это поднималось. Чтобы это было выше КамАЗа обязательно. Чтобы это все дело, блин, держалось все за что-то. В общем, гидравлика будет, судя по всему, еще вот здесь вот стоять. Потому что она будет потом ее в эту штуку опускать. Вот эту вещь, мы сейчас ее продвинем подальше. И вот эту вот часть моста мы будем еще опускать внизу, чтобы машина съезжала туда. Так, и хороший вопрос, где стоит гидравлик? Вот тут он не дотягивается. Может быть, сюда пока временно поставим. Вообще держится? Нет? Ну да. Это же ни за что не держится. Попробуем по-дешмански через дерево это дело закрепить. Надеюсь, прокатит. Держится. Ну давайте посмотрим, что вообще происходит. Так, потом, по-моему, работает гидравлика, да. Причем она будет работать достаточно жестко. Поэтому, я так подозреваю, нужно все-таки подлиннее поставить. Теперь хорошо вопрос. Как делать так, чтобы эта штука держалась и не падала? Потому что если отпущу, все на грани работы. В принципе-то, если выдержит, то какая, в принципе, нам разница, правильно? Глубоко опускается. КамАЗ, в принципе, проезжает. Мы будем назвать это КамАЗ или МАЗ или вообще какой-нибудь там скани. Главное сейчас угадать угол, на который она опускается. Вот, в принципе, нормально. Чуть-чуть больше делаем. Давайте, примерно, пока на 16. Все. Теперь нужно вот эту часть поднимать вот в этом месте. Это мы тоже обрываем. Много старних баллов. Давайте сделаем поддержку вот такую, потому что сейчас будет явно очень жестко. Это тяжело это все дело держать. Поэтому попробуем как-то вот так. И сделаем, наверное, вот такой подъем хитрый. Это даже можно, наверное, удалить, если можно, допустим, вот так соединить. Но пока держится, это уже хороший вариант. Но поднимет ли поршень вот в этом месте все очень хорошо, тоже вопрос. Что нафиг сломалось? Так, вот тут неправильно, да? Вот тут надо встать единичку. Здесь остальное вроде бы правильно. Может быть, у вас из единички какие проблемы были? Я посмотрим. Давайте. Наблюдать. Это печально. Ну, бежит большой, в принципе, хотя вот уже мало его остается. Давайте все-таки немножко переформатируем нашу эту штуку. И попробуем здесь поднимать вот за эту фигню, за верхнюю точку. Здесь это все можно удалять. Можно здесь поставить вот так железо. Это будет держаться уже очень хорошо в этой части. У нас проблемы вот в этом месте, видите? Все на грани. Мне нужно здесь какую-то поддержку очень хорошую сделать. Можно тросами дорогими, конечно, это все фигачить. Все прям горит. Как у Клауда задничком. Так. Шутка. Здесь вот попробуем железо поставить. Да, нагрузка перешла вот на эти штуки. Посмотрим, что будет. Вот он приехал. Вот уже что-то похоже на правильную работу, только что-то очень жестко работает. Немножко подускоримся, что-то все быстро смотреть. Так. Вот он бьется, да? Вот эта проблема. Даже просто банальный удар и не за что держаться, видимо. Она фиг ломается. Кстати, эта штука, вот она у нас держит то, что поднимается. В этом нет смысла. Поэтому поставим дополнительную поддержку лучше вот сюда. И вот сюда, пока бюджетик есть, почему бы и нет. А там будем уже разбираться. Так, нам нужно больше сжатия. Сейчас проверим. Неплохо. Бух, ну прям бьется, да? То есть вот мне предлагают прям разработчики, чтобы я какой-то подъем здесь сделал. Сразу ты бьешься, да? У него бампер плохой, видите? У него, смотрите, сейчас вам покажу. У него вообще свес просто идиотический, ребят. Ну как-то с таким свесом можно вообще кататься. Тут хотя бы клиренс есть небольшой. Ну тоже плохой свес. Хорошо, перейдем тогда вот эту часть. Нам нужен плавный заезд наверх. Поэтому мы будем как-то поднимать эту штуку вот таким образом. Что если вот так? Просто давайте проверим хотя бы, чтобы эта машина заезжала наверх. Перебор небольшой. Бьется, да? Ну вот уже угол я сделал. Хороший угол был. Не скажи, что сейчас опять ударишься. А тут уже прыжок совершается, да? То есть мы слишком хорошо подняли. Почти оптимальный вариант. Немножечко опускаем. Так, где-то, наверное, до 30. Так, здесь нужно как-то все дело-то ловить. Так, чтобы это все нафиг не развалилось. Для этого нам понадобится вот тут тросик. Я знаю, что тише ли тросик поставить или кабель. 44 тысячи, а если... Вот, точнее, стальную балку. Балка дороже. Но балка лучше, чем тросик в теории. Сейчас узнаем. Момент истины. Так, здесь уже проблемы с проездом. Не хватает. Опора какой-то. Я думаю, что я вот не здесь буду это дело сделать. У меня же есть очень хорошая опора. Я же могу здесь вот это все дело сжимать. Скажем, вот так. Я думаю, эту штуку переставить все-таки, наверное, куда-то поближе. Скажем, вот сюда. Примерно большое. Максимальное сжатие. Будет биться. Но, может быть, здесь мы поддержку сейчас сделаем. Если будет... В каком месте биться будет? Нормально. Проезжайте, смотрите. Подобудить проблемы сейчас. Да. Но мне нравится. Уже хорошо. Уже хорошо. Вот почти... Уда, образцовый заезд. Смотрите, прям ничего не поломалось. Неужели сейчас проедем? Будет все хорошо. Да, мы тут не выдерживаем. То есть... Эта штука, получается, что ли, не выдерживает? Или что происходит? Как это побороть? Камаз заезжает. Камаз немножечко стукается, напрягает. То есть вот этого нашего поршня просто не хватает для того, чтобы здесь выдержать этот гребаный Камаз. Как я могу это поддержать, это место? Поставить еще один поршень, что ли? Ну, куда его поставить снизу, чтобы толкал? Кстати, хорошая идея. Надо только правильно все подобрать. Да, вот эта штука нам тоже теперь не нужна сверху. Это еще будет дешевле. Но вот тут игра, что чуть что-то не так работает, уже все через жопу будет. Это проверить неоднократно. То есть малейшее изменение, может быть, справлять... Может вправлять абсолютно на все. Ну, это прыжок, надо было от него избавляться. Но проблема в том, что как Камаз, мне больше всего именно он интересует. А так, в принципе, изи. Вот он нормально состыковался. Сейчас должны быть без всяких проблем прыгать. Ломать эту часть. Камаз-то хоть проедет-то сам. Он бьется немножко, по-моему. В этом проблема. Слушайте, может здесь какой-то, я не знаю, прокачать... Стальными балками, чтобы не отвалилось, блин. О-о-о! И ничего не сломалось, по-моему, да. 44... Да, у нас меньше 100 нагрузки. 44, 424. Слушайте, ну неплохо. 7 тысяч вошли. В 10 тысяч вошли, уже хорошо. Идем дальше, в принципе. Так, 60 тысяч. Какая-то хрень едет. Куда-то что-то едет. Какая-то одновременно... Слушайте, одновременно что-то едет или что? Сначала эта тварь едет. В смысле тварь. Ну вы поняли. Это на воздушной подушке. С этой уровень, видите, перестроили. Раньше не было ни такой машинки, ни подушки. Я такой уровень даже не помню, если честно. А в чем подвох уровень, я так не понял. А, я понял. То есть надо гидравлику будет ставить, чтобы она срабатывала уже после проезда катера, да? Да, ребят, смотрите, еще прикол в том, что мост не за что держаться по сторонам. То есть мост какой-то должен быть навесной на одной петельке везде 60 тысяч долларов США. Дичь. Ну давай, что-нибудь примерно нарисуем. Уровень сложный. Кажется, что вроде там, да, домашинка едет, она все проезжает. А то есть она нафиг развалится. То есть вот такой минимальный дизайн мы сделаем с вами. Вот так, да? Дальше надо будет все это как-то... Ну можно, в принципе, вот так делать. Мы вообще бежит вложимся и все так сделаем. А, блин, гидравлика тут нужна, чтобы вниз кататься. Это мост вообще держаться будет интересно? Ну просто посмотрим. Мне что, нужно звезду забрать, блин? Это идеальный мост, он даже почти не шатается. От него толку ноль, я что-то забыл про звезду. Так, значит, эту часть мы будем перестраивать. Ну тут режем поинты, и теперь давайте растягивать эту штуку. Блин, а тут вообще достанут все штуки. Достанут. Давайте как-то вот так попробуем. Нам нужно максимальное растягивание пока сделаем. Ну в теории это примерно вот так получается. Если я правильно все сделаю, это все должно раздвинуться. Но это все падает, да. Это все падает. А куда ждать эту гребаную гидравлику? Может быть ее как-то вот сюда нам растягивать вниз? Хорошо, попробуем перестать эти вот штуки. Скажем вот сюда. Вот так, чисто для посмотрим, держится ли мост. Такой, не-е-е-е-ет. О, держится. Но он держится, кстати, вот весь прикол. Я вот работаю с гидравликой, она все нафиг сломает, потому что не в ту сторону. Так, во-первых, гидравлика не в ту сторону работает, но она держит, это хорошо. Почему машина, так понимаю, ну в принципе неплохой, маленький с весом машины. А только, даже если это все вниз опущу, это вообще полная дичь на самом деле. Я сейчас делаю. Это мне никак не поможет на самом деле. Почему надо все нафиг перестраивать? Давайте с нуля опять. Мама, роди меня обратно, да? Вот такая у меня, смотрите, крепежная система. Давайте посмотрим, что она держится. Так. Уже нашли недостаток системы. Смотрим дальше. Это еще каким-то чудом держится, реально. Я бы катер проехал. Машина поехала, сейчас бам! Держится, смотрите. Так, ну тут можно тросами это все поддерживать, на самом деле, это не проблема. Хотя бежит, конечно, мы зацеплят и вложимся. Потому что я тут разошелся. У нас еще проблема в том, что мне нужно здесь как-то опускать что-то, типа дорог. И при этом одна дорога должна как-то здесь понизу проходить, что ли, получается. Как-то вот таким образом, что ли. Сюда мне как-то сделал пускай, там он будет биться, блин, он будет резко съезжать здесь. Что-то таким вот образом. Так вот нижняя часть надо, да, ее как-то закрепить. Получше, может, какие-то веревочками подешевле. Хе-хе-хе. Давайте посмотрим, что это будет. Ну, держится сейчас как-то лучше ему стал, да? Не двигается, меньше двигается. Но, когда пойдет машина, нормально. Слушайте, она четко ездит. Теперь осталось достроить систему, чтобы опускать эту всю хрень до нужного нам уровня. С другой стороны, можно все делать как-то более компактно. Зачем здесь такую длинную штуку опускай, когда можно сделать проще. В этом месте дороге ничего не мешает, правильно? Правильно. Здесь даже можно, в принципе, прыгнуть, по большому счету. На грани сейчас, может, что-то собьет, не знаю. Нет, ничего не сбило. Пускай машина туда прыгает. Давайте посмотрим, что будет. Зачем мне вообще гидравлика в этом месте? О, видите, она неплохо прыгает. Осталась только проблема с заездом. Всего лишь такая маленькая проблема с заездом. А в информации об уровне гидравлика есть? Гидравлика есть. Но я могу все это сделать без гидравлики пройти. Зачем здесь гидравлика? Вообще непонятно. Вот вам без гидравлики все проходится. Сейчас проверим, что может быть что-то сломается, но это можно сделать. И дешевле можно сделать. Гидравлика здесь не нужна, по сути. Провал? А что провал-то? А что провал-то? Я не понял. То есть слишком что-ли как-то глубоко заезжает или что происходит? Ну вот на ней нормально. Провал. А мне может ее не надо вообще взять? Чего провал-то? Я не понял. Что за бред? Может быть надо сделать так, чтобы она прямо в самую краешку прошла? Ну ладно, хорошо. Давайте эту штуку перестроим с этой стороны. Максимально сейчас вытягиваем. Здесь будет опускаться два таких вот моста. Не знаю. Что-то типа вот так мы сделаем. Не знаю, хватит. Не хватит тут. Длины, ширины. Главное нормально сложить. Сейчас не очень важно получилось. Сложить. Но это раздвижение не очень хорошее, потому что здесь большая нагрузка. Здесь прямо будет раздвигать. И она потом ломается. Хотя здесь не сломалось, смотрите. Вар, ну тогда здесь будет ломаться. О, о, ничего не сломалось, по-моему, да? Успеха. Я не вижу 100% нагрузки. Ничего не сломалось. И мы прошли, вошли в топ 10 тысяч. Давайте посмотрим, что можно подешевле сделать. Ну вот тут можно много чего подешевле сделать, на самом деле. Вот эти все вот штуки очень дорого стоят. Опа, опа, опа. Да, ничего не сломалось. И я прошел, вложив все в бюджет. 60 тысяч. В итоге место чуть лучше стало, да? Ес, ребята, ес. Но уровень был сложноват, на самом деле. О, господи, только не это что происходит. Там вообще какой-то самолет летит, по-моему. Смотрите, в этом месте. 28 тысяч все это дело. Куча поршней работает. То есть машина плюс это сразу едет, да? Сначала машина, потом пролезка машина. Да, и каждый раз будет либо вверх идти, либо вниз идти. Надо будет каждый раз менять мост. Интересная задачка, интересная. Надо попробовать замутить. Почему ведь смотрят, летит очень высоко, к сожалению, скотина. То есть первый ряд, в любом случае, должен быть выше, да? Вот где-то вот. И вот так. Вот так. Тоже будет, наверное, мост как-то опускаться периодически. Вот наш мост. Так, в этом месте мне нужно как-то это все дело убирать. А то здесь, кстати, намек на убирание, смотрите. Пошли-то есть, есть. Я могу целиком эти мосты здесь вот убирать. Но у нас здесь проблема в том, что... Они что, прыгать будут, что ли? Давайте попробуем. Вдруг они будут здесь прыгать. Так, ну смотрим. Вообще, держат мосты? Мосты держат. Машина проезжает. Прыгать не сможет машина в этом месте. Я вас понял. Порыгнуть они не смогут. Значит, нам нужно делать какую-то дорогу. Причем это будет сразу проезжать. Сразу проезжать это можно. А, ну в принципе, нормально. Мы можем поднимать целиком. А, ну просто какой-то мост будем целиком поднимать вместе. Потяжелее будет мост. Я думаю, что будет мост, который будет съезжать. Потому что мост, который принимать, должен быть легче. То есть, как-то вот так мы это дело делаем еще с вами. Давайте посмотрим. Ну, просто проедет, да? Потом посмотрим, как там самолетом будет. Вижу, здесь небольшие проблемы. Но проезжает, не проблема. А дальше? Дальше вот гидравлика ничего не расцепляет. Вот это везде нужно расцепить. Смотрите, очень большие крылья, ребята. Видели, какие гигантские там крылья? Ва-ха-ха, пройди ты нафиг. Это будет супер трюк. Так, ну мне нравится. Где-то задеваю. А, проблема в том, что в это время машина едет, которой нужно проехать. Вот в чем вся трудность оказывается. То есть мосты нужно, наоборот, опускать вниз, получается. Но все равно я себе пущу вниз, как они там будут проезжать. Тоже очень хороший опрос. Вот, видите, что получается. То, о чем я говорил. Задачка, ребят, прям не из легких. Скажем так, не из легких. Но тут такие уровни пошли, потому что они не должны быть легкие в теории, да. Момент истины, как они будут складываться. Да. То есть, в принципе, интересно складываться, но оно все ломает. Попробуем больше сжатия. Точнее растягивание сделать. Так, момент истины. Так, не сбивает, но я понял, что надо еще сделать. Нам нужно еще вот потом это сделать вот так. Нажимание как-то так вот. Вот так. Вот нажимание, чтобы прыжок был, смотрите. Но на грани все держатся, капец просто. Уровень прикольный, вроде бы даже несложный. Нужно угадать, опять будут стыкаться. Ссыкаться будут. Надо поддержка дополнительная. Я могу еще какой-то, конечно, поставить. Почудем поршень сюда. Скажем, вот так. Дополнительно. Пускай будет тоже растягиваться. Вот тут надо угадать, сейчас будут проблемы большие. Немножко изменим конструкцию. Переставим поршень поближе. Посмотрим, на что это повлияет. Так, ну эта часть, в принципе, выдерживает. По большому счету. Здесь просто он слишком сильнее раздвинул. Вот эта часть выдерживает. Да, то есть углы... Ну блин, это политическая машина, она легкая, скотина. У тебя вообще идеально стало в этом месте. И мост падает. Как его здесь еще зацепить? Идеальный мост, что тебе еще нужно, блин. Давайте сюда еще железо накидаем. Чтоб мост утяжелился и вообще нафиг сломался прямо сейчас. Не, ну идет хорошо сейчас, да. А, вот когда будет машинка здесь проезжать. Да, 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 да. Здесь такой... А, ну вот тяжелая. Здесь тяжелая хотя бы будет машинка. Ну, в общем проблема, но это решаемо. Продвинулись дальше. То есть здесь хотя бы тяжелая машина проезжает, когда мост смыкается. Уже прогресс, ребят, на самом деле. Серьезный. Здесь еще у нас ломается все это дело, понимаете. Вот тут надо еще попробовать. Она хотя бы перепрыгнула, нормально. Это тяжелая, она вообще сломается, нафиг. Слушайте, ну уже есть прогресс. Уже поехала четвертая машина у нас. Идем в правильном направлении. И главное, что еще вкладываемся в бюджет. Что я могу сделать для того, чтобы эта штука здесь не сломалась? Даже если поставить здесь балку, Проблема, конечно, пофиг на бюджет. Мы там здесь все надо сэкономим. Может, здесь уже будет проблема даже, когда... Нет, это все-таки выдерживает. Почему здесь ты при ссыковке обратно ломаешься? Объясни мне. Вообще нафиг все свалилось. Ну, допустим, я даже делаю эту поддержку здесь вот. Просто стало интересно, а вдруг прокатит. Проверяем все правильно. Двойка к двойкам, деничка к деничкам. Будем сразу стыковать мост в двух местах, Как вам такой вариант? А, я не могу здесь... А, подожди. Не, ну я же здесь расстыковываю. А почему здесь проблема? Один, один, два, два, два. Два, а здесь надо же быть один. Вот сейчас надо же быть нормально. Вот расстыковывается по-другому. Все там нафиг сломалось. Теперь здесь не сверху не пристыкуется. Слушай, ну идея вообще интересная. Так, а почему она ломается нафиг? А, потому что под самолет ломает, да, ее? Я же забываю себе про самолет, который прилетает. А он ломает ее. Бам, он ее ломает. И вот так вообще. Ну-ка. Схема просто блин, дичь называется. Мне кажется, она потом закрепила мост на двух петлях. Бац, закрепила на двух петлях. И, бац, ты все равно с этим ломаешься. Господи, боже мой. И как не получается обмануть систему, да, ребят? Может быть здесь вот надо просто поставить. Нет, трос здесь не поставишь. Хотя, подожди, если я здесь поставлю. Что мне это даст вообще? Мне это даст пружиниться с моста. Он более пружинистый и, возможно, не будет ломаться здесь в середине. Я отказываюсь это понимать. Он закрепился опять. Слушайте, почти проехала четвертая машина. Вся эта проблема не решается, понимаете? Просто угол влияет на все это. Вот я минимально сейчас угол поставлю. Сдевает, да? Если я здесь выше поставлю, я не могу ее выше поставить. Ну, соберите, нормально, по-человечески. Но не лом... О, она не сломалась. Тихо, тихо, она не сломалась. У нас есть еще проблемная машина. Вот этот жук, он тяжелый. Но я прошел и бюджет вложился, ребята. Я смог это сделать. Блин, господи. Все-таки получилось. Немножко поиграл с углами. И все, получилось просто замечательно. Причем вошел в топ-5 тысяч. По-моему, это очень даже круто. Ну, а с вами был Клауд. Здесь вам понравилось, было интересно. Пишите, хотите ли вы еще больше роликов по Polybridges? Обязательно сделаем. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok